Друзья, я приветствую вас на четвертой серии проекта 24 часа. Каждая серия этого проекта это уникальное приключение, уникальная история и уникальное знание. Но есть одно то, что объединяет все эти серии. Это наш основной партнер проекта ножевой магазин LAMNIA. Международный магазин с огромным ассортиментом бесплатной доставкой. С ножами из Финляндии, Норвегии, Америки, России в том числе. И единственное, чего у них пока нету, это моего любимого ножевого бренда Beaver Knife. И сегодня мы с вами отправились в Москву, чтобы вместе с Кириллом, владельцем ножевой мастерской Beaver Knife, вывернуть наизнанку все его ножевое производство. Мы проведем с ним каждую минуту, каждую секунду его трудового дня. И раскроем вам все тайны создания лучших ножей для бушкрафта. Это мужская оберлога и проект 24 часа. Поехали. Ну что, хотели 24 часа? Будет вам 24 часа. Посмотрите, как хлебушек достается. Я работаю за девятерых человек. Тьфу ты, девочки. Когда делаешь нож, ты все-таки немножко не прочувствуешь человека. Такой пугус на заказ. Стоит столько, сколько стоит картонная коробка на Почте России. Ой, как стыдно, а. Слушай, что-то привез сейчас, я говорю, вложу, вот это на стримашечки в мандарте. Нет, с кем, я думаю, не прочь. Здесь, понимаешь, здесь одно из двух. То есть, либо увеличивать стоимость, либо увеличивать сроки. Приходят, давайте, а я вот тут на берлоге посмотрел. Пошли, посмотри. Может и сочетаться дайвинг и бушкрафт? У меня мечта есть. Прям по бушкрафтить на 30-ке. Будешь ты красиво? Это нож не для гопников. Ну вот, как будем сегодня, в Жене. Ну что, друзья, поехали. Кирюх, ты вот мне объясни одну херню. Какого? Леша, мы прилетели в Москву, ну, штурмовое предупреждение. Все фигня у нас. На Урале такого нет. Вот мне и говори, чего привезли с собой, а? Что за шляпа? Все же не надо, мы уже садились там, уже какой-то град был. Так, давай рассказывай, чем мы сегодня будем заниматься. Ну что, хотели 24 часа, будет вам 24 часа, посмотрите, как хлебушек достается с ножеделом. 24 часа выживания с ножеделом, да? Ну, в общем и целом, да, потому что я посмотрю на вас вечерком. Сегодня у нас пятница, поэтому вечером нам грозит поездка на природу. Мы ни хрена не успеваем, но суббота и воскресенье это закон, это выходные. Вот что хотите, делайте, но не выспавшийся, не отдохнувший, не живел, будет делать плохие ножки. Ты мне скажи, мы сегодня, сейчас мы едем в мастерскую, да? Значит, сейчас мы едем, да, к сожалению, вчера я просто упал головой на стол, и у меня не хватило сил закончить определенную там партию ножей. Соответственно, мы сейчас едем, я быстренько поработаю, мы их закончим. Потом мы поедем, мы их отвезем на отправку, потом мы заедем в торговый центр, где стоит наша витринка, туда закинем немножко ножиков под выходные. У тебя сейчас только одна выставка, где мы слили, можно посмотреть ножи? Ой, да, честно говоря, я даже жалею, что я эту историю затеял, потому что, ну, потому что, ну, не получается, есть большая очередь, которую надо, ну, как бы отрабатывать ножей, а помимо этого еще делать какие-то свободные очень тяжело. Да, вот, но это нужная вещь, потому что не только, как бы, там, москвичи, а вот люди приезжают в командировки и говорят, а где можно пощупать? Просто до нас до мастерской добраться, ну, достаточно тяжело, на общественном транспорте можно, ну, просто долго от ближайшего метро. Вот, и они просто приезжают, как бы, прям пощупать туда, пощупать, посмотреть, выбрать, может быть, купить прям сразу, потому что там, ну, цены те же, но вообще история, как бы, ну, тяжелая. Тяжелая, экономически абсолютно нецелесообразная, и, ну, это надо, это надо, потому что... Теперь шоу-рум надо свое, в общем, делать, и... Да, 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 вот мы потихонечку расширяем, сейчас получается, как-то, ну, посылают сверху нам людей, на которые я потихонечку перекладываю свои задачи. Поэтому помотаемся сегодня, посмотрим, я тут недавно посчитал, ну, так, выпендриваюсь, но я работаю за девятерых человек. Девять человек. Вот, и... Ну, потому что много задач административных, которые вот поэтому нам возвращаться обратно еще, в это пробище. Потому что очень много административной работы всякой, которую, ну, тоже никуда не денешь. Пробовал пользоваться, как бы, услугами курьера, ну, мне это неэффективно. То есть, фактически, приходится самому... Самому получится быстрее. Дело даже не дешевле дороже, а самому получится быстрее. Во сколько у вас заканчивается рабочий день? В 8 вечера. Ну, как бы, порядок такой, 8. А там, а там уже, как бы, да. Я, соответственно, ну, то есть, 8 там ребята могут уйти, а я сижу там, да... А начинается в 10? Начинается в 10, да. Ну, начинается, опять же, у нас нет такого. Начинается заканчиваться. У нас есть определенный объем работы, который надо сделать. И, в общем, ты приходи, когда хочешь, уходи, когда хочешь. Просто работа должна быть сделана, сделана хорошо. Ну, ладно, что, Исламчик, значит, смотрите, мне сейчас нужно сделать первую делу. Вот я ее. Где они? А, ты уже делаешь. Да, да. Иди, глядь, смотри, какая ступень. Иди, смотри, какая лампочка вытащит. Ну, неужели не предость, а? Называется «Оранжевые мозги». Офигенные. Ну, пху, ты! Телевизиончики. Вот здесь чуть-чуть опустите или ее хватит? Конечно, мальчик вот здесь. Да. Да, давай чуть-чуть опустим. И потом... То есть, вот это, честно, надо, вот это чуть-чуть опустим. Да, чтобы она была. Ну, да, чтобы она была. Потом... Ну, хорошо. Это две вещи. Я тоже. Да, хорошо. Давай чуть-чуть опустим. И все, потом тебя ждем. Да. Ну, вот просто, ну, приедет сегодня человек, человек едет на рыбалку, просто о чем мы говорили. Ему нужно нож достать. Да, мы его не можем. Ну, я все бросаю. Ха-ха-ха. И делаю... Мне надо заниматься кучей дел, как бы здесь, кучей дел там. А кучей дел надо, как мы сейчас поехали, вместе поедем покатаемся. Ну, нет, человек едет на рыбалку. На охоту. Наш. Это святое, это святое. То есть, где день рождения, то есть, подарок себе на день рождения, либо поездка на охоту, на рыбалку, ну, нет, все бросается. Человек должен поехать на рыбалку с нашим ножом. Точка. А сколько ножей, вот если ты один будешь делать, нож от и до, сколько ты можешь один сделать ножей за неделю? В одного? 10-15 ножей в месяц. В месяц в одного? Один человек, один мастер, да. Если он делает это хорошо, 10-15 ножей в месяц от потолка. Угу. Все, больше это уже край, да? Нет, больше, ну, ты просто умрешь. Или ножи говно было, да? Ножи не будут говно, потому что ты будешь возиться, ты будешь исправлять, если у тебя, как бы, ну, совесть, все в порядке. А это все время? Это время, да. То есть, ну, 10-15 ножей хорошего уровня, больше один человек не сделает. Угу. Ну, интересно, да, получается, если человек делает, допустим, 10 ножей в месяц один, да, и чтобы ему зарабатывать хотя бы полтишок себе, нож должен стоить минимум 5 тысяч при учете того, что не будет никаких расходов еще. Ну, такого бы не бывает. А такого бы не бывает, да? Такого бы не бывает. Вот, соответственно, и вся экономика. Расходы такие вы себе, ну, представить не можете. Я, я-то могу уже. Потому что… Многие действительно не могут. Ну, да, потому что, вот, ну, там, мы пытались, как бы, работать с русскими поставщиками, но это полная жопа. вот, ну, да, русские вот жутко ленивые люди. Я по себе знаю. Я елка лучше дорогие. Вот, я сам, как бы, русский. Но, ты знаешь, у нас есть три поставщика, вот, самых надежных, самых беспроблемных. Три поставщика. Два из них евреи, один американец. Говорит, ребят, надо это. Он говорит, через час отправим. Ребят, надо то. Через, там, завтра отправим. У людей постоянно в наличии. Они работают тоже с утра до ночи. Вот, там, кожа, рожа, там, все вот такие истории. И, но, но с ними, ну, как, как можно променять такого поставщика на что-то другое? Может ли быть такое, чтобы человек делал какие-то ножи, но при этом еще занимался каким-то другим работой или бизнесом? Или, сука, если ты хочешь делать хорошо нож, ты должен уйти и делать ножи? Нет, почему? Да это, вообще, это, ну, замечательное хобби. Это замечательное хобби, потому что оно, оно развивает. Вообще, знаешь, как у меня, когда увольнялся с крайней работы. Мы же не можем говорить, да, про эту работу? Нет, не надо, не надо. Он очень серьезный человек, ну, хозяин компании, достаточно известный. Он мне пожал руку и сказал, что, ты знаешь, говорит, человек, который может сделать нож, он может сделать все, что угодно. Вот, желаю, говорит, тебе больше никогда не наниматься на работу. Ну, это, дорогого стоят такие слова. Да, я эти слова запомнил, потому что, действительно, человек, который может сделать нож своими руками, он может сделать все, что угодно. У нас есть многие наши дела, мастера, которые делают откровенное говно. Ну, есть, да, есть. Человек, который делает нож, человек, который делает нож, он априори вот ровно потому, что я сейчас сказал, он достоин уважения. Нет, это здорово, что он делает. Ножи, я эти, ну, да, мне может не нравится оно. На выходе оно может получиться не очень, мягко говоря, хорошо. Вот, а с чем это связано? Человек не дожимает или лень, или что, как ты думаешь? Сколько у кошек жизней? Ну, вроде там девять обещали. А у человека? Человека типа одна, да. Вот, совсем не факт. То есть, ну, люди же разные. Ну, самое простое объяснение, что некоторые из них прожили больше жизни, а некоторые меньше. Соответственно, понимаешь, соответственно, и отношение к ножу, который ты делаешь, оно ровно такое же. Красивый ответ. Так, ну, вот у нас ножички как бы грязные, вот готовые, нам надо их сейчас почистить, поставить гривировочки, и они у нас поедут. Вот процесс чистки ножа. В трех водах одна из которых слетая. Сначала убираются следы клея. Ну, то есть, у нас есть специально обученный человек для этого, но сегодня этим занимаюсь я. Надо по-хорошему было найти девочку из маникюрного салона какой-нибудь, которая вот это вот все делает. Сейчас мы будем... Фотографировать, наверное, не будем. Вот студия, фотостудия наша, если кому интересно. То есть, вопрос просто умения работать со вспышкой. И все в таком вот уголочке просто можно делать хорошие фотографии. Все люди очень интересные. И когда делаешь нож, ты все-таки немножко, ну, прочувствуешь человека. И, конечно, есть люди, вот, ну, очень сложные. Очень сложные, как бы, заказы, очень сложно, ну, реализуемые, там, пины сложные, там, еще что-то. Вот, ты делаешь, делаешь, ну, блин, да что же, нахер я на это подписался. А потом, когда это готово, ты на это смотришь, думаю, нифига себе. Вот это вообще у человека дизайнерская мысль. Вот насколько его видение отличается от моего. Потрясающе. Мы сейчас будем сотворили чудо. Чудо произошло. Чудо маленькое выглядит вот так. А чудо большое выглядит вот так. На стандартных ножах только бобрик. Обувь здесь не полированный, поэтому любые надписи делать просто некрасиво смотреться. Все, теперь это дело нужно упаковать и отправить. Упаковка. Все говорят, что эта упаковка добавляет стоимость к ножу, что это дорого. Открываю секрет. Вот такой тубус для заказ стоит столько же, сколько стоит картонная коробка на Почте России. Думайте сами. А мне очень важно, чтобы, потому что здесь вложено очень много труда. Мне очень хочется, чтобы этот труд доехал здоровым и невременным до конечного пользователя. Поэтому, лично говоря, плевать стоит эта коробка. Так, ну чё, давайте запакуем один ножик. После югомера я вам покажу. Вот у нас сегодня поедет... Что у нас сегодня? Ну вот, например, нож поедет готовый. Это поедет в Украину. Покладочка, чтобы идеально поцарапал нужно. Тоже все очень просто, незатейливо, чтобы максимально снизить... Можно, конечно, специальный упаковочный материал придумать. Но, чтобы снизить себестоимость, все эти истории, это происходит вот так. Так, к максимальному подлесу даже вкладывается нож определенным образом, чтобы он тоже не наверх повреждений ножным. Определенным образом, проверенным, подворачивается. И он с натягом помещается в коробку. Сами ножны не помещаем, а гнило. Сюда же кладется сертификатик. Так, и на крышечке мы подписываем. Ну, обычно... Обычно мы не складываем теперь же ножи заранее. Раньше мы и складывали. Тоже, опять же, коробочка с подписью очень удобно складировать. И когда кладешь вот на полочку, сразу видно, где что лежит. Но сейчас мы не спираем ничего складировать. А это... То есть, я подпишу сейчас просто модель. Подпишу, для кого этот нож. И подпишу его на каждый нож. Каждый нож, который использует каменный номер. Вот. Раньше мы это использовали для хранения, складирования, чтобы, так сказать, ну, при упаковке. Ну, сейчас... Сейчас пока. Все, эта штука готова. Делаешь ты большую, допустим, большую Америку, либо делаешь маленький Гранпа. Оооо. Насколько отличаются, во-первых, расходы на эти ножи, чтобы их сделать, и во-вторых, трудозатраты на тот или на другой нож? Ну, по факту получается, что расходы одинаковые. Ну, на папу чуть-чуть поменьше, с точки зрения материалов, как бы, капельку меньше. Трудозатрат больше, чтобы сделать папу, а не большой нож. И вообще, экономически, ну, с точки зрения, там, вот, ну, этих бизнес-пониманий, нож вообще, ну, интересный, невыгодный. Но мы его делаем, потому что он не нравится. Геморроя с ним больше, а продать его дороже, чем большой нож, ну, как... А, по идее, должен дороже стоить, да? А, по идее, он должен стоить дороже, потому что он сложнее. Там, где такой маленький, тоненький, там, все такое... Это к вопросу о том, что, да, что там материалов меньше используют, хер ли он столько стоит, да? С ним реально геморроя больше, потому что под большие ножи у нас есть, ну, опять же, там, собственные разработки, определенные приспособления, которые первоначальную форму ручки позволяют сформировать, ну, чуть быстрее и проще. Вот. И там, фактически, ну, достаточно просто объясняется это все математически другому человеку. То есть можно научить. С папой, ну, научить там математически нельзя. Там либо человек может сделать, либо не может. Вот, допустим, ты работаешь с 3V, работаешь с D2, либо, там, 35-ка. По трудозатратам с одной и с другой сталью, насколько это отличается? Или, в принципе, все одни и те же действия, и все делается примерно одинаково? В принципе, все одни и те же действия, и все делается одинаково. С 3V там хитрость есть, потому что при определенной... Ну, это же шлифовка, то есть мы же делаем 90% ножа методом шлифовки, то есть как бы снимаем лишнее. И 3V у него такова структура стали, что в определенном направлении шлифовка, она очень сильно убивает ленту. То есть ты знаешь, вот, конечно, на 3V уходит ленточек побольше, ощутимо побольше. Здесь дело не в этом. Здесь дело в рисках. Когда ты берешь, ну, там, паковку... А, завалил такую сталь, либо такую? Д-2 стоимостью, там, я не знаю, тысячу рублей, как бы ее портишь, это одно. Когда ты берешь паковку, ну, эту пластиночку 3V стоимостью 4 тысячи рублей и портишь ее, это немножко клинкор другой. Вот, поэтому это, ну, вопрос рисков, вопрос переживаний мастера, опять же. Потому что вот человека, вот сейчас мы учим, у него замечательно получаются стандарты и хреново получаются кастомы. Боится? Нервничает? Конечно, это хорошо. Ну, мне хорошо, потому что человек лучше лишний раз спросит, как бы, чем испортить. Это... О! Касаемо, ну, скажем так, этих моментов с рисками, да, то, что можно завалить одно и другое. Много вообще у тебя отбраковок всяких? То, что по... ну, мастерская где-то косичнула, и вы это не пускаете в производство? Ноль. Ну, бывают случаи очень смешные, когда берешь, там, делаешь, не знаю, там, партия ножей большая, там, не знаю, 50 ножей. И вдруг в одном стандартных ножей из обычной Микарты, и вдруг один ты вот начинаешь его финишировать, уже готовый нож, а в Микарте пузырь. Размером, там, я не знаю, сантиметр. Это косяк самой Микарты, да? Косяк самой Микарты, да? Косяк самой Микарты, да? Ну, то есть она внутри, ну, кто же ее знает? То есть, как вот быть с такими вещами? Никак. Естественно, если это заказной нож, ну, то есть для человека. Конечно, мы тут же берем и делаем другой. Ну, то есть берем, да, и за 6 часов делаем другой. А вы можете рукоятку снять и на этот клинок поставить? Нет, там все намертво, там все намертво делаем. И, получается, имея хороший клинок, из-за этого пузыря в Микарте нож приходится, как говорят, браковывать? Да, и в этом, кстати, вот, хорош как раз экстрим, потому что, ну, это все равно хороший нож, он замечательно режет, на нем есть вот такой вот косяк природный, но он не виноват, здесь не мастер, здесь никто не виноват. И поставщик тоже не виноват от Микарты, он откуда знает, что там пузырь, как бы. Производитель тоже, ну, потому что из, там, я не знаю, из 500 брусочков этой Микарты, ну, мы плитами покупаем ее, там, из 500 этих брусочков, там, в одном вот такая фигня возникла. В этом хороша витрина, потому что мы приносим просто в витрину, ставим этот нож. Он может посмотреть, да? Да, вы посмотрите, просто если вдруг, естественно, со скидкой, естественно. Вот мы сейчас увидим, там стоит один нож шикарный, если он, ну, как бы, не продан, конечно, еще я покажу. То есть, совершенно потрясающая Ivory G10, белая, шикарная Америка, там, на суперстале. Вылезли черные пятнышки. Вот на ручке, внутри Микарты, вылезли черные пятнышки, ну, как говорит производитель, там, пузыри. А нож-то хороший, нож-то, ну, он офигенный. Вот, поэтому, ну, а что остается? Остается сделать новый нож, отдать человеку, а этот поставить, как бы, со скидкой. Чтоб человек мог посмотреть, либо я готов, либо не готов на это. Ну, как, я же не могу отправить такую нож человеку. Да, и, то есть, вот, ну, в витриночку ставим. И люди берут, люди берут, потому что я бы тоже взял. Ну, я все по себе сужу, если бы я взял, значит, можно. Если меня там устраивает исполнение ножа, значит, все хорошо. Слушай, дед, дай, кстати, подожди. Нет, здесь можно, да. Ну, вообще, вот это пустыня. Нет, дед, все продал? Ну, а что? Здравствуйте. Привет. Вон, слезенечко принимали, Виталя. Нет, так что бы. Нет, сидит, ружет, ролик из моря, два, сидит на мед. Слушай, ну, вообще, сейчас у всех нет пустыни, а? Нет, нормально. Ой, как стыдно, а? Да ты про меня вообще, наоборот. Ну, как стыдно. Да тебя сколько не привезешь, все уходит. Так, подумай еще. Че, открывай врата. Давай, положи. Давай. Слушай, че ты привез, сейчас я тебе разложил. Вот это достареваешь, чеки стандартных. А пока раскладывать на другое, я посмотрю. Попробуем. Окей, давай. Сюда поставим. А, блин, да здесь папку еще встал. Второй папку. Да. Вот, блин, вот. Нормальный магазин-то живой. С нормальным выбором ассортиментов. Майкро-теч, пожалуйста. Скаморайте. Райн-стилл. Куча всего. Экадиримурги ни черта такого нет. Здрасте. 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 Семушки, похолочай. О, вы всегда свои ножницы купили везде? Ну, конечно. Или были здесь уже? Не, ну всегда здесь были. Надо хоть немножечко положить, чтобы, да. Стыдно, витринка пустая. Ну, доказывать столько, что не можно ничего свободного сделать. Мы потихонечку стараемся, как ножом. Как ножом. Совершенно офигенный нож. С А3Вшечкой. Ну, потрясающе он, конечно, выглядит. Но, вот такая вот история случилась. Да. А как мы его назвали, то я уж не помню. Цена 470 рублей, да, из-за этого? Нет, это нормальный. Ну, в целом, это хеленый нож. Ну, что его? Куда? Выглядишь? Ну, даже если 4700, то он же здесь належал. Да, конечно. Конечно, я же понимаю, что это за ножи. Хороший магазин, ребят, рекомендую. Ссылка в описании, не знаю. Вот, Пайк мне тоже понравился, но он более деликатный сам по себе. А этот, он такой. Мы сейчас поедем на пизлят поедем через пару дней в Казахстан. И вот этот красноводуш, который вот на путешествие, на кармане. Вот он, Пайк деликатненький, его вот не всегда с собой возьмешь. А это вот на то, как. Да. Да. Поэтому мне, блин, понравился очень сам. Ну, и что насчет керамбит, скажем? Аааа, надо что-то поделать им непонятно. Мне просто интересно, может ли вот подобный керамбит быть, как EDC нож, чтобы, с точки зрения, что-то отрезать колбаску, например. Ну, я к примеру, да, вот что-то такое вот для таких задач. Вот мне интересно, вот он сможет это делать или все-таки им неудобно это делать будет? Как то и сам, правда, ложь. Да, 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 да. Он так сможет, наверное. Вот. А руководка, конечно, ну, блин, экстремалит, я все продумываю вот наши мелочи в этом плане. Ну, ты любишь такие ножи, я знаю. Здесь бы еще сканди, да? Тихий узел. Здесь бы еще сканди сделать. Нет, сканди это не может. Ну что, погнали? Погнали, да, дело еще много. Хорошо, заезжайте. С удовольствием, но мы не часто бываем в Москве, к сожалению. Очень рада. Взаимно. Взаимно. Ребята, лучший продавец Москвы на живой. С вами только раз. Соро. Вот, в общем, ребят, кому надо посмотреть вживую Бивернайф, потрогать руками, приезжайте в Экстрим. У Кирилла на сайте есть адрес, куда можно приехать. И вот, тут есть небольшая витринка, где все можно посмотреть, потрогать, пощупать. И потом, например, можно либо взять отсюда, либо заказать у Кирилла модель какую-то с другими материалами. В общем, приезжайте. В описании, я не знаю, его адреса будет. Сайта, по-моему, нет. Я адрес оставлю для этого магазинчика. И, конечно, выбор здесь мне очень понравился. Вот то, что по ножам. Может быть, в Москве это и нормально, что такое выбор. Но у нас в Кириллурге такого нет. Это вот прям... Я как-то из Голодного края приехал. ВАМ! Почему ты именно этот магазин выбрал, чтобы там бобров разместить? Слушай, это прям... Ну, реально, ответ очень простой. Просто друзья друзей. Это просто, ну, как бы, владелец этого магазина. У него еще три магазина. Есть и в Спортхите тоже. И еще на Пражской. Ну, просто друзья друзей. То есть, здесь пошли по пути наименьшего сопротивления, скажем так. Я говорю, что мне важно, чтобы люди могли пощупать, попробовать. Вот. А территориально, понимаешь, если человеку это нужно, если человеку хочется, ну, он проедет несколько остановок на метро, я думаю. Вот. Хотя, конечно, у меня были планы, честно говоря, встать в... Ну, у нас есть второй такой большой торговый центр, там, на западе Москвы. Спортхит называется. Вот. Ну, вроде, я просто физически не могу. Пока. Пока. И Ламни не могу ничего отдать. Потому что нечего. А Ламня ждет, она готова. Да, Ламня молодцы. Ламня классный магазин, но вот я их очень люблю, но бобров у них не хватает. Прям, знаешь, это была бы изюминка на ножевом торте. Здесь, понимаешь, здесь одно из двух. То есть, либо увеличивать стоимость, либо увеличивать сроки. Я очень не хочу увеличивать стоимость. Я хочу, чтобы они доступными остались. Пускай не дешево, но вещь стоящая. Вот. Поэтому лучше чуть срок увеличить. Ну, ничего, люди понимают. Кстати, вот тоже огромная благодарность нашим почитателям, кто заказывал у нас ножи. И у нас случилась беда с поставкой 3В. А, по 3В, да. Да, мы ее прождали. То есть, ну, там, стандартный срок у нас там поставки обычно там 3 недели. Мы прождали 3 месяца. И один-единственный нож человек отказался. И то, по там, соображениям, ну, своим, какие-то там проблемы, какие-то еще что-то. Но люди не отказались и дождались ножи. Огромное спасибо. Потому что, ну, естественно, каждый приобретенный у нас нож, это, ну, вклад в развитие. А я знаю, почему так произошло. Потому что BeaverNight для тех, кто понимает. Люди понимают. Понятно, что не все будут этот нож закономить. Он не для всех. Люди к этому приходят и абсолютно адекватно относятся к тому, что может что-то, какая-то накладка. Это нож не для гопников. Об этом мы поговорим позже. Это нож для думающих, культурных людей. Почему ты только с мужской берлогой работаешь в плане продвижения ножей? Ну, как тебе сказать? У нас, по сути, сейчас эксклюзив. Мы, по сути, являемся амбассадорами бренда BeaverNight. Что такое амбассадор? Ну, типа представи, чем оно. В чем оно, понимаешь? Нет, я тебе абсолютно сейчас скажу. Мы себя таковыми считаем, на самом деле. Потому что я позволил себе на свои плечи взять этот груз ответственности. Потому что я за эти ножи готов отвечать своей репутацией. Я знаю, что это будет охуенный нож. Смотри, мы же попробовали, и все очень замечательно получилось. Мне очень все понравилось. Хотя я с половиной твоих роликов не согласен. Безусловно. Честно тебе говорю. Безусловно. Вот. Но, в общем и целом, мне очень нравится одна вещь. Когда ты концентрируешься на чем-то одном, на одной какой-то теме и ее прорабатываешь, это очень здорово. Потому что ты начинаешь становиться в ней профессионалом. Когда есть человек какой-то там на ютюбе, я не знаю, тестер, который берет и тестит все подряд. Ну, слушайте, ну, как этот человек может что-то вам рассказать толково? Когда ты прорабатываешь тему бушкрафта, когда ты прорабатываешь тему лесных, аутдорных, как бы, ножей. А ты, ну, хочешь, не хочешь, ты начинаешь в этом разбираться лучше гораздо. И это вызывает уважение. Это вызывает уважение. То есть, ну, это не проституция, когда, ну, как бы, что бы я тут супертестер, мне давайте шли, я потестирую. Я тебе так скажу, я до сих пор с каждым новым роликом какие-то новые фишки для себя нахожу в тестировании ножа и так далее. До сих пор я понимаю, что я еще очень многого не умею делать. Ну, да, вот, и просто мне нравится формат берлоги. Я тягу, я с половиной того, что ты снимаешь. Причем, важно же ведь, ну, как бы, зритель должен понимать, что... Ребята, честно, я смотрю эти ролики вместе с вами первый раз. Я не знаю, что он там снимает. То есть... Так и есть. И... Поэтому это все на твоем откупе. Ну, только тебе виднее, как это сделать правильно. У меня, к сожалению, не времени. Желание-то, может, и есть, но времени, опять же, на это нету. Лучше, чем у тебя, у меня сейчас не получится. Поэтому все на твою откупе. Как ты решишь? С каждым днем все больше и больше людей приходит. Здрасьте, а я вот тут на берлоге посмотрел. Ты посмотри. Здрасьте, а я вот берлога, а я хочу такой же ножик. А я хочу такой же ножик. Ты посмотри. А сколько ты... Это работает, это факт. Это удивительно, кстати, для меня. А мне вот очень интересно. Сколько ты сделал американцев с рукояткой, как у меня? Много, много, штук пять точно. Ну, то есть, ну, я считаю... Ну, я считаю, что... Ну, вот такой же нож какой-то. Да, люди говорят, вот мне вот прям вот точь-в-точь, точь-в-точь. Прям вот так, чтобы без изменений. То есть, вот таких штук пять было, да. А не получается, изменили рисунок все равно будет другой? Дерево. Ну, это дарелочка же. Это натуральное дерево. Ну, карелка, либо орех там, как бы можно... Ну, у меня карелочка. Вот, да. И, ну, не, ну, конечно, там будет немножко другой. Но здесь, опять же, очень важно, что... Ведь очень важно показывать людям вариации. Когда человек говорит, вот мне там, образно говоря, мне такой же, как у Виталика. Вот один в один. Я говорю, ну, хорошо. А смотри, что есть. Да, я делаю десять штучек, как у Виталя. А еще пяточек на свой вкус. И он говорит, а мне вот это, пожалуйста. Аба, я же говорил, что не надо тебе, как у Виталия. То есть, вот, ну, это очень интересно. Творческий процесс тоже замечательный. Почувствовать человека, что ему хочется. Я хочу сказать, что вот, ребята, нож, как у Виталия, вам, скорее всего, не надо. Потому что этот нож, я вместе с Кириллом выстрадал. И это вот именно то, что я хотел. А у всех вас свои какие-то видения, желания и так далее. У каждого нож должен быть индивидуальный. Своё. Вот мне так кажется. На то он и кастомный нож. Что это нож конкретно, вот, для конкретного человека. Это уникальная история. Как бы мне не хотелось вот это вот сейчас. Потому что это все увеличивает потенциальную стоимость ножа. Это штучная работа. Специально для вас. Ценой 12 тысяч рублей всего лишь. Огромное количество ножей. Мы сегодня уже 10 раз об этом говорили. Которые, блин, очень красивые. И ты хочешь каждый нож. Вот дизайн, вот идея вот этих ножей. Идея именно таких рукояточек. Идея вот именно таких пинов. Это все ты генерируешь? Или это вместе с заказчиком происходит? Или у тебя твои ребята-мастера участвуют в каком-то процессе? Нет. Ну, у нас же есть и кастом история. Я про кастом говорю. Это какой-то творческий процесс. Самое ужасное, что я тут поставился на место как бы нашего заказчика. И постарался себе спроектировать нож. И не смог. Я не смог выбрать. Я не знаю, что я хочу. То есть, люди сами выбирают. Ну, естественно, они говорят приблизительно, что бы им хотелось. То есть, я делаю там подборочку 10-20-30 вариантов, чтобы попасть в пожелание. Вот. И дальше мы из этих 10-20-30 вариантов выбираем уже конкретный брусочек, из которого будем делать ручку. Выбираем пины мозаичные. Тоже у нас. Ну, пойди, найди производителя, который даст тебе 30 вариантов пинового наличия. Мозаичных пиновых. А плюс еще кастомные. Плюс еще есть кастомные пины, которые мы можем сделать. Ну, это очень тяжелая по срокам история. То есть, там, 3-4 недели делается этот пин. Ну, зато, по любой картинке, ну, желающего. То есть, пожалуйста, там, бобры, совы, собаки, деревья, там, что угодно. Я вспомнил наше с тобой интервью первое. И тогда ты говорил о том, что у тебя есть еще одна шикарная идея. Beaver Forge. Она так грустно. Что сегодня? Это сегодня остается мечтой пока еще? Как и новой модели ножей. Да, ты с новой моделем не сыпь сахар в пиво. Уже, блин, половина Ютуба ждет, когда BeaverNave выпустит новую модель. Ну, пойми правильно. Как я могу заниматься сейчас новой моделью? Как я могу заниматься и роликами? Я тебя прошу, пожалуйста, ролики, ну, они тоже дают, как бы, ну, заказы, там, да, определенный поток заказов. Давай попозже, а? Ну, пожалуйста, ну, не выкладывайте это сразу, потому что очень большая очередь. То есть мы сейчас увеличили сроки в два раза. Мы стандартный нож делаем две недели, а кастомный нож мы делаем четыре недели. И мы не успеваем. И, ну, реально стыдно. Ну, во-первых, это стыдно, во-вторых, это, ну, даже неинтересно с точки зрения работы, потому что, ну, надо, ну, быстрее проводить, потому что, ну, прибыли-то небольшие от всего этого. И, ну, чем больше объем ты перевариваешь, тем больше есть возможность заработать и вложить, ну, там, в те же ЧПУ, как бы. Ну, и про Beaver Forge говорить просто еще очень-очень рано. Да, да, потому что это такая, знаешь, хобби-история, которую очень хочется, когда я буду сидеть на втором этаже с трубочкой, да, и, ну, вот, это первое, а второе, это, конечно, свой склад материалов, свой каталог. Ну, тоже, опять же, как у Mark River это сделано. Вот, ну, идем к этому, идем. Ну, все очень медленно, все гораздо медленнее, чем хотелось бы. Ну, сука, я либо сдохну, либо этого добьюсь. Ты же имел неосторожность, как и я одно время в дайвинг залезть и стать инструктором в этой теме. Ну, да, да. Вот. Как ты считаешь, может ли сочетаться дайвинг и бушкрафт? У меня мечта есть. Прям побушкрафтить на тридцаточке. Кораллы побатонить, что ли? Ну, то есть, да, прям с ножиком понырять, ну, естественно, ради прикола, как бы, знаешь, это, вот. Мы, естественно, это снимем. Побушка просто есть, у меня вот фишка такая была, я не знаю, ее сам себе придумал, мне же понравилось. Есть такие шорты специальные. Я уж не помню, кто их делает. Скубопро. Скубопрошные шорты. У меня есть такие. Да, ты их одеваешь поверх костюма и в них два огромных кармана. А я просто в них нырял, когда тепло, ну, просто без костюма. Ну, да, можно и так. И в эти карманы там маски кладут опасные, еще что-то, я туда кладу помидоры. И когда ты, ну, всплываешь на поверхность, как бы, воздух сухой достаточно, все это соленое, это достаешь эту помидорку. И вот, ну, в принципе, ну… Подсоленная помидорка. Конечно, она же, она вот просоленная в этой морской воде, вот прям… Слушай, это слишком кайфово. Да, и то есть первым делом в Дахабе там все чай холодный, еще что-то заказывают. Я, блин, 10 лет в дайвинге не додумался до таких перлов. Да, да, и в Дахабе первым делом я десяток помидор заказываю. Говорю, кому надо. Все говорят, да ну нафиг ты чего, а когда ты всплываешь… На следующий день все, да? Дай попробуй, на следующий день все с помидорами. Это все пересеклось у меня с подводной охотой. И, честно говоря, дайвинг отошел на второе место, потому что подводная охота у тебя кроме этого начинает еще работать азарт. Азарт, вот это особенно там стая какая-то рыбы, ты за ней охотишься. И рыбку-то потом скушать надо. Ее чем-то надо почистить, чем-то разделать. И вот он бушкрафт, да, начинается? Во-первых, бушкрафт, а во-вторых, salt water edition. То есть ровно для этого была создана… Ровно для этого мы там попросили и нам сделали нержавеющую порошковую сталь. Сталь офигительная, вот просто. А, кстати, слушай, вот смотри, сталь, да, базара нет, она эту всю историю выдержит. Это все остальные материалы, которые используются на ноже. Нет, там стабилизированное дерево, в основном любыми картами, абсолютно по барабану. По барабану, да, абсолютно. Нет, бывает иногда ситуация. А пины, например, там еще что-то? Ну, там везде в основном нержавейка, латунь. То есть только в тот же вопрос, да, единственный, может быть? Да и коже, я думаю, ничего не будет. Просто надо понимать простую вещь, что на ножах из нержавеющей стали мы такие тоже ставим гравировки. А гравировка это фактически ускоренный процесс коррозии, да. Поэтому вообще ни ржавеющих ножей не бывает. И, конечно, в мокрые ножны его там на месяц, ну, не. Ну, кстати, когда нырял активно, использовали небольшие ножи, технисап, по-моему, титановые были. И вот самому-то ножу окей, а вся гравировка, которая идет по клинку, она вся коррадировала 2 секунды вообще. Ну, вот, ну, черт не знает, как она себя поведет. Нет, просто если, ну, поехать там с 3-way или с D2 на море, ну, это нужно настолько уберечь, что... Отчаянно быть, да. Да, да. А, вспомнил, народ исполнил, ракушки открывали. В море. А этот самый человек заказывал, то есть мы, помнишь, Саня, разговаривали, зачем эта самая фигня на Канаде? Орехи колоть. А, да, да. Я долго думал, не мог вспомнить, зачем же, а эти самые ракушки разбивать на море. Тогда давай так, раз мы за лентами не едем, расскажи в двух словах, что происходит с лентами, насколько дорогое это удовольствие, постоянная смена лент, как часто вы меняете, ну, и вот так далее. Эти ленты, за которыми мы сейчас поедем, они живут очень долго, но планируют поехать. Должны были поехать. Да, они живут очень долго, это лента 3M, совершенно определенная, они используются уже в качестве самого-самого там финиша и всего остального. И, ну, такие недешевые ленточки, 800 рублей штучка. А износк? Насколько? Ну, их надолго хватает, да. Просто, к сожалению, есть, ну, ленты 3M, которые заменить нечем. 3M-овские ленты самые дорогие, не скажу, что самые хорошие, но они самые дорогие, но есть вещи, которые заменить нельзя ничем. А вообще у тебя на ленты, у тебя наверняка есть математика, сколько у тебя денег уходит на ленты, ну, в месяц, например? Нет, такой математики нету, потому что я ленты закупаю на заводе и вообще стараюсь использовать для производства то, что я могу, ну, максимально местные вещи. Ну, это большая статья расходов? Нормальная. Нормальная, да? Ну, она, конечно, меркнет там на фоне всего остального, но, конечно, большая. Ну, то есть, партии, если я беру ленты, то есть, меньше, чем на 30 тысяч рублей, я их не беру. На месяц этого не хватает. На месяц не хватит лицовки на ленты, да? Не хватает, не хватает сейчас, да. А это ленты, на самом деле, одни из самых дешевых. А износ ленты зависит от стали, которую ты обрабатываешь? Да, 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 зависит. Ну, опять же, смотря какой ленты, потому что, ведь можно сделать, ну, да, я образно скажу, это, ну, только не привязывайтесь к цифрам, потому что это все очень образно. На одной ленте можно сделать четыре ножа, а мы делаем два. Потому что ты должен привыкать к тому, как работает лента постоянно, и у тебя времени потребуется больше. Чем больше времени ты вырежешься с ножом, чтобы не перегреть, тем больше у тебя вероятность, что ты накосячишь. Вот, поэтому мы, например, делаем там не четыре, я образно еще раз, пожалуйста, не привязывайтесь к цифре. Не четыре, а делаем два, то есть лента остается после этого острой, в принципе. И ее можно использовать еще для других вещей. И мы так и делаем. То есть мы ее не до конца убиваем, мы делаем на свежей хорошей ленте основную работу, потом не основную, а потом уже ее выбрасываем. Ну, вот вы видите, сегодня буду увозить, ну, каждую неделю увожу мусор, вот вы увидите за неделю сколько мусора образуется. Так, о чем? Не, мы же не едем сюда. Вот здесь вот находится СДЭК, то есть нам сейчас ничего не надо отправлять там, слава богу. Нам хочется, конечно. Нам нужна, о, бля, нам нужна Почта России. Ну, потому что я зайду сюда, и за пять минут я отправлю там десять посылок. А зайду в Почту России, и сейчас мы будем две посылки отправлять мне-нибудь сорок. Да-да-да-да-да. Пошли, Почта России. Матерь. Темная сторона страны. Ужасно много времени убивает Почту. Не дай бог отправлять Почту, но за границу, к сожалению, к сожалению, только так. Что там, все, не знаю, там нам нечем снимать. Попробуем все. Попробуем все. Да-да-да. И шел випе. Ну, да-да-да. Посмотрите, может не хватить? Я не знаю, на болезни тут БМ, сейчас посмотрим. Если я, то 100 рублей. Будешь трансить? Темная сторона страны. Знаешь, что самый прикол? Без мал не принимают, банкоматов нет. Почта в банк. Идиоты, просто идиоты. Отправить две посылочки, 2890 рублей. Дайте сигарету, а! Знаешь, хочу еще один момент для подписчиков отметить. Ребят, мы снимаем один день с лжеделом. И мы приехали в мастерскую, было 10 утра, даже без пятнадцати где-то. Сейчас время уже седьмой час. А мы только работали. А только начали по большому счету еще работать. Потому что везде мотались, мотались, сделали всякие дела, которые относительно бредовые и не имеют прямого отношения к производству ножей. Но без них никуда. И только сейчас, по большому счету, Кирилл начал что-то за станком делать. Это еще минимум два часа. Это вот такой обычный рабочий день мастера по созданию коордонных отношений. Нет, просто нет. Надо понимать, что просто есть операции, которые там или я не могу пока доверить кому-то, либо они это сделают в пять раз медленнее. Вот и все. Либо они это сделают в пять раз медленнее. А сейчас ситуация такова, что надо сделать просто быстро определенные задачи и все. В последнем этапе я снял клетчатки. А вот это у меня образец. Я чувствую, как можно сидеть. Образец, как сидит то, что получается. И снял клетчатки, чтобы чувствовать руками удобно на ощупь. И снять кнопку. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова сегодня сделали канаду сделали гран-пай сделали что хреново кучу еще всего но самое главное что мы сделали это мы привозили за порой везли в альма-матер его американцы которые здесь родился вот он снова увидел свой дом его здесь немножечко поправили привели в порядок и теперь еще год-полтора я могу его эксплуатировать хороший нож неожиданно и с сашим тоже нож поправили и на самом деле вот удивительно что там маленький скотч как бы был мы его убрали было очень стрёмно честно говоря так не волновался давно потому что нож такой реликтовый да уже или как это но что-то на самом деле переживала саша легко и гораздо проще чик чик взял все поправь все готово ну что на это мы смотрим все спасибо тебе поехали действительно уже надо немножко отдохнуть расслабиться ребятам было сегодня вот такое необычное шоу 24 все всем спасибо всем пока и до встречи сети а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok